Добрый день, дорогие друзья! И не секрет, что ходят слухи о том, что переход на студенческую визу с некоторых других виз будет в Австралии затруднен. Никто не говорит о том, что это будет запрет, но будет затруднено тому это передвижение и будет риск отказа в визе. Я думаю, что нет дыма без огня и, безусловно, это самый главный, самый надежный путь в нашу Австралию – туристическая виза и затем студенческая виза. Но вот эти вот мысли, наверное, вас все вложат. Давайте остановимся поподробнее. Ну, первое – это переход в туристической визы. Туристические визы, кстати, равные бывают. Есть туристическая виза 600-ые, равные потоки, стримы, так называемые. Есть 651-ая i-виза – это электронная виза и виза, которую дают некоторым европейцам и некоторым другим странам, гражданам этих стран, которые, скажем так, в большем фаворе у департамента эмиграции Австралии. Будет более сложное рассмотрение, и я думаю, что не зря некоторые учебные доведения, сказали, что не будут принимать доявления оншор от тех людей, которые поддаются в турвизы, при этом оговаривают, что, конечно, если граждане Германии, граждане Японии и так далее соблаговолят подаваться на курсы английского или еще лучше высшее образование, то, соответственно, у них больше шансов и в виде исключения таких людей будут принимать. Опять-таки, если учебное доведение не третьего, а второго или даже первого уровня подхода, они, соответственно, тоже более благорасположены. Поэтому все зависит от уровня подхода страны, уровня риска, от уровня подхода учебного доведения, уровня риска и от того, на какую программу вы поддаетесь. Все сугубо индивидуально, и все это будет рассматриваться изначально, еще до того, как вы даже подадитесь на туристическую визу. Будем делать наш риск-менеджмент. 651-я виза, как я уже сказал, это немножко другое, соответственно, с этой визы будет легче поддаваться, но, опять-таки, все равно будет сложнее. Вторая виза очень рискованная на данный момент – это 408-я, так называемая ковидная вида. Вида, но не только ковидная. Соответственно, те люди, которые рискнули перейти на 408-ю, затем будет достаточно сложный переход опять на курсы английского языка или даже, может быть, на высшее образование. Здесь, опять-таки, надо подходить индивидуально и смотреть все, что у вас есть, все документы, все данные у вас. И, соответственно, если рисковать, то рисковать со светлой головой и в трезвом здравии, скажем так. Все хорошо оценив. Последнее – это студенты, которые делают рокировку, то есть, когда, допустим, семейная пара или просто семья – один из партнеров, основной доявитель на студенческую визу, а потом его партнер, то есть тот, который был не основным, а зависимым африкантом, доявителем, он уже становится основным. Опять-таки, надо смотреть на уровень программы, надо смотреть на то, куда вы идете, из какой страны, все те же самые критерии применять и, соответственно, понимать, что есть определенная доля риска. Но мы не знаем, сколько долго, насколько долго это все затянется. Следующее соображение. Ребята, не надо бояться отказа в визе так очень сильно. У вас есть очень хорошая козырная карста, называется AAT, то есть трибунал. Если вам департамент иммиграции выдает визу, вы спокойно продолжаете нормально жить, нормально учиться и, безусловно, сразу подаетесь на трибунал, и, соответственно, трибунал рассматривает ваше дело, и чем дольше вы продолжаете обучение и нормальную жизнь в Австралии, соответственно, тем больше у вас шансов выиграть это дело. Обычно мы отказы в трибунале не получали. Было только два слушателя, один вопиющий, но человек особенно на это шел. Другой случай был, ну, скажем так, позже мы нашли причину, в чем была проблема в визе. Вот, соответственно, оба этих человека уже имеют вид на жительство Австралии, так что не надо за ним беспокоиться. А все остальные ребята в трибунал выиграли, потому что они доказали, что они genuine students, то есть они в действительности приехали сюда ради учебы, и трибунал счел, что они имеют право на визу. Поэтому незачем особенно бояться. Конечно, сумма в 3374, насколько я помню, доллара, который платят за трибунал, это, ну, как бы, солидная сумма, но, опять-таки, вы намного больше экономите на своем обучении, у вас, конечно, недорогое обучение, у вас отличные условия, которые позволяют вам выживать, существовать при всех условиях в Австралии, получать удовольствие от жизни здесь, даже если вы получили отказ. Как? Ну, это небольшой наш секрет, и те ребята, которые находятся в группе Гагарина, безусловно, скажут, что, да, действительности сложно, да, действительности неприятно вот так вот получать наотмашь пощечину в виде отказа в визе, но все это переигрывается, и все в итоге становится на своих кругах. Кроме тех ребят, которые сдаются, складывают крылья, ну, я думаю, что они уже априори, уже даже еще до получения отказа, они уже эти крылья свои сложили. Дорогие друзья, я думаю, что нам надо этот вопрос обсуждать, нам надо делать все, чтобы у вас было и возможность, кстати, изначально поддаваться на студенческую визу, и чтобы у вас даже при переходе и даже при отказе были лучшие варианты развития событий, и это только в наших руках, в наших силах все. Вот, соответственно, не надо отчаиваться. Я не говорю, что вы будете получать отказ, я говорю о том, что даже если вы его получите, всегда у нас есть варианты движения дальше, а конечная цель – это получение заветного вида жительства. И это от нас никуда не уйдет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok